Это программа «После новостей». Я Ксения Черепанова. Здравствуйте. Сегодня наш гость – доктор географических наук, директор региональной программы Независимого института социальной политики из Москвы, Наталья Васильевна Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы известный специалист по экономике регионов. И, конечно, нас в первую очередь интересует Красноярский край. Вы сказали, что каждый регион будет по-своему переживать кризис. Нас, конечно, волнуем мы. Пока Красноярский край проходит этот кризисный период мягче. Во-первых, у края быстрее и лучше росли доходы бюджета. Это важно. Все-таки на 9-10,5% за последние два года – это лучше средней российской динамики. Очень прилично вырос налог на прибыль. Благодаря нефтегазовой добыче, которая все-таки деньги краю добавляет. И край стал менее дотационным. Он и так не был особо дотационным. Был 17%, в среднем по России 18-19%. Сейчас 14%. То есть на край меньше ложатся риски огромного дефицита федерального бюджета. Там 2 триллиона рублей уже дефицит. И, соответственно, это будет влиять и на трансфертную политику. Край от этого меньше зависит. И в расходной части есть то, что отличает Красноярский край от большинства регионов. Вы пытаетесь как бы наращивать пока расходы на образование. А в России уже 48 регионов порубили их в выражении просто без учета инфляции. В номинальном выражении. В крае более активно поддерживается и здравоохранение. Но тут вопрос в цене. Потому что по итогам 2015 года дефицит бюджета Красноярского края 10%. То есть расходы выше доходов на 10%. Это риски. Это надо занимать. Долговая нагрузка края тоже выше среднероссийской. В России средний долг к собственным, без трансфертов, доходам бюджетов регионов, это примерно 35%. В крае больше 50%. Но, к счастью, в этой долговой нагрузке гораздо меньше доля кредитов банков. Они дорогие эти кредиты. В основном это гарантии. Большая часть долга это гарантии региональных и муниципальных властей. Поэтому суммируя с точки зрения бюджетов, пока получше. Но вот риски дисбаланса, расходы больше доходов. Для края они значительны. По экономике тоже все мягче. Темпы промышленного спада чуть меньше среднероссийских. Но у нас вообще промышленный кризис медленный. У нас не обвал, как было раньше, а вот минус 3%. Вся промышленность. Минус 5% обрабатывающая. У края все на фоне России еще помягче. Минус 1% вся промышленность. Минус 2% обрабатывающая. Инвестиции, по данным за 3 квартала, даже были в плюсе. Хотя у России это минус 7. И 51 регион в России, в которых инвестиции в реальном выражении сокращаются. Но это нефтегаз опять. Это же денежка, которая идет на освоение новых месторождений. А вот что, как у всей России, это падение доходов населения. В крае 3%, в России минус 4% оба падения. Но у вас более жесткое падение розницы. Почему? А вот это загадка. Потому что по России минус 10, у вас минус 13. Ну, начну с того, что есть точность учета, она относительная. Но мне кажется, что люди почувствовали риски и поджались очень в потреблении. Дорого. Наталья Васильевна, скажите, когда мы каждый раз говорим о бюджете, мне кажется, что для простого человека эти цифры иногда звучат немножко оторванно. Я вот попытаюсь объяснить. Вы говорите, мы у нас лучше, чем у остальных. В чем-то. Я не сказала во всем. В чем-то. А для обычного человека, для обычного красноярца, в чем? Ну, хорошо, что у нас бюджет немножко... Это что, на 2 рубля богаче на каждого человека, чем в каком-то другом регионе? Нам-то какой-то вопрос, что у нас бюджетом все более-менее... Ну, лучше, чем у других. Нет, бюджетом у вас большой дефицит. И это риск. 10% дефицита – это много. В чем? Потому что растут расходы на образование. Это значит, не рубят школы в сельских поселениях, не укрупняют школы в городах, не укрупняют больницы, фельдшерские пункты. Это значит, продолжается финансирование базовых услуг, и они остаются доступными для людей. Вот что это означает. Это значит, вам есть куда пойти, пройти медицинское обследование процедур. Это не будет очередь, которая раньше была месяц, она не станет три месяца. И это доступность базовых услуг. Она пока в крае сохраняется. Если вы посмотрите другие регионы, с какой скоростью идет так называемая оптимизация, 31 регион Российской Федерации в номинальном выражении сократил расходы по 2015 году. За счет чего? Ответ очень простой. Поддержка ЖКХ – это ваши тарифы. И второе – социалка. Потому что если мы берем бюджеты регионов, консолидированные, то есть и муниципалитеты, и регионы вместе, две трети расходов – социалка. Она тоже рубится. Это ваша доступность. Если я вас правильно поняла, вы прогнозировали падение спроса на светные металлы. С учетом важности для нас, норильского никеля, что будет? Падают все цены на сырье, потому что затормозился Китай. Раз. По нефти все понимают, да, производство больше, чем потребление. Два. Мы вышли из периода непрерывного роста сырьевых цен. Праздник души, именины сердца закончились. И с этим придется жить дальше. Конечно, цены, они вот, они так синусоидальны. Когда-то будет рост, безусловно. Но вопрос в скорости и в близости этого роста. Пока мы сидим в периоде низких цен на сырье. И поэтому федеральный бюджет, он главный получатель доходов от нефтяной ренты, усыхает и усыхает капитально. И поэтому региональные бюджеты чуть мягче. Там налог на прибыль, налог на доходы физлиц, налог на имущество. Вот два последних стабильные. Налог на прибыль тоже гуляет. Короче говоря, по одежке будем протягивать ножки. Очень некомфортное состояние. Наталья Васильевна, вот вы прогнозируете в ближайшие 5-7 лет социальную деградацию. Ну, если сокращаются расходы. Давайте цифры. Давайте вот что это значит, социальная деградация. Потому что звучит это, конечно, страшновато. Да, если у вас сокращаются расходы. А ведь правило какое? Вы же знаете, сокращают всегда, прежде всего, беззащитные, которые не могут сопротивляться. И это значит, что у вас в школе исчезает куча нужных специалистов. Уменьшается количество того, что дается бесплатно, остальное за деньги. В здравоохранении ровно те же процессы. Но и самое главное, вот самое страшное даже не деньги. Самое страшное то, что непонятно, как из этого выходить. Вот драйверов роста, это общее мнение многих макроэкономистов, мы не видим. Потому что барьеры развития, это не барьеры в виде врагов с пулеметами. Это наши внутренние барьеры. Как мы обращаемся с бизнесом? Как мы охраняем собственность людей? Защита прав собственности. Как мы наказываем инициативу? Все это приводит к тому, что общество окукливается, бизнес окукливается и ждет. И теряет время, и теряет надежду. А как? Вот и есть. Значит ли это, что даже если будет какой-то финансовый, да, финансово управляться ситуация, но при том, что люди уже по-другому себя почувствовали, принципиально в нашей стране это ничего не изменит? Никогда не говори никогда. Это правило. Мы совершенно не знаем свое общество. Это тоже правило. Оно на многое способно. Но я напоминаю, что экономический рост в России остановился в 2013 году. До всяких Крымов рост промышленного производства в 2013 год ноль. Инвестиции с 2013 года снижаются. Машинка перестала работать. Можно я людям объясню? Ну, это максимально просто. Конечно. Когда у вас в стране плохие институты, институты это нормы правила, это не вузы, это нормы и правила игры. Но растет все время нефтяная рента на растущих ценах, то у вас плохие институты компенсируются, да, вот этим бесконечно растущим притоком денег. Вы заливаете деньгами. Вам что-то не нравится? Сейчас мамам пенсию повысим. Да. Мы дадим льготу и так далее. По бизнесу, а мы вам там господдержку. Как только цена на нефть перестала расти, а ухудшение качества институтов продолжается, то вы уже не можете залить. У вас стопорится экономика. Ей некомфортно в этих институтах. Она не инвестирует. Она выводит прибыль. И в результате до всяких санкций Крыма при высоких ценах на нефть 110 долларов за баррель. Где они? Мы перестали расти. Поэтому без ремонта института, без кардинального ремонта института российская экономика не имеет шансов устойчивого роста. Вы скажете, а цены на нефть снова будут расти? Хорошо. Да, они будут расти. А это нам даст возможность расти в экономике на 1-2% в год. Уважаемые телезрители, мир растет на 3. Так мы будем все равно отставать. Нас не спасают темпы роста в 1-2%. А 2016 год у нас будет минус 1. По всем оценкам. Очень хотелось спросить, когда же закончится кризис, но понимаю, что этот вопрос не имеет никакого смысла. Нет, у меня есть два вопроса, на которые нет ответа. Первый, когда закончатся все фонды, резервные. Когда закончится кризис, и даже шире, когда закончится нынешний политико-экономический цикл, я очень аккуратно выражаюсь. И этого не знает никто. И тот эксперт, который вам называет дату... Кудрин говорит, конец 2016 года. Спад. Так, давайте разделять. Кризис и спад. Вот смотрите. Вы перестали падать. И лежите на дне. Вам очень комфортно в этом положить. И мне. Поэтому кризис – это не чисто линия спада. Кризис – это когда мы легли на дне, сопим и ждем, что будет дальше. Это тоже кризис. Значит, Кудрин имел в виду, что у нас... Спад, да. Да, мы ляжем. Новая нормальность, как теперь говорят. Да? На более низких уровнях, с гораздо меньшими возможностями, с непонятным временем начала устойчивой траектории роста. Вот же мы про что. А зачем мы тогда проводим экономические форумы? Зачем мы в них участвуем? Если все равно, вот это вот все, есть ощущение, что мы поговорили-поговорили, продолжаем лежать на дне, институты наши не меняются, и что дальше? И знаете, ваш вопрос очень правомерен. Я тоже себе его задавала. А потом я себе сказала следующее. Чем больше мы будем проговаривать ситуацию, тем больше шансов, что возникнет понимание, что это дело надо менять. Молчать хуже, чем говорить. Вот и все. А второе, я верю в то, что слово материально. Слово меняет атмосферу в обществе. Жутко медленно. Но меняет. Меняет, потому что люди все больше и больше начинают как-то сжиматься, недовольство выражать тем, что происходит. Ну, первое и самое главное. Мне бы очень хотелось, чтобы в стране пригасили уровень агрессии. Входить в эту депрессивную, кризисную пору, да еще с таким уровнем агрессии, вы что делаете? Надо, наоборот, мягчать. Надо пытаться искать варианты адаптации. Сочетание депрессии, связанной с кризисом, и агрессии, накачанной, как бы, в медийном поле, это очень плохое сочетание. Оно опасно. А что делать каждому конкретному человеку? Не смотреть телевизор? Ну, я не смотрю телевизор с 2005 года, и, в общем, вполне профессионально работаю. Не смотря так, фидеральные каналы, можно смотреть региональные каналы. А региональные надо смотреть, потому что региональные – это ваша жизнь, они отражают. Второе. Надо искать любые возможности адаптации, приработка, инвестиции в обучение детей, по возможности здоровый образ жизни. Это не всегда деньги. Извините, пить меньше. Зарядку делать по утрам, ну, книжки иногда читать. Понимаете, кризис – это время, когда вы осмысливаете жизнь. Это часто некомфортно. А кто говорил, что горькие пилюли – это всегда вредно? Горькие пилюли бывают полезны. Например, хина при малярии. Очень даже лечит. Можно вот очень коротко. Не впадать в депрессию изо всех сил. Находить в жизни позитив изо всех сил. Рассчитывать на себя изо всех сил. И когда уже ситуация становится вот в социальной жизни, рядом с вами, тяжелой, протестовать мягко, спокойно, уверенно в себе, потому что мы имеем на это право. Потому что рациональные решения, сжатие чего бы то ни было в условиях кризиса – это все-таки переговорная позиция власти и населения – учиться договариваться. Наталья Васильевна, спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, отвечали на наши вопросы. И отдельное вам спасибо за правду. Ее так мало звучит сейчас. Дожили уже до того, что так. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова